Мы жители бывших общежитий по треугольной мануфактуре. 25 лет простояв на очереди, нам стали предлагать жилье. Жилье, конечно, нас очень не устраивало, не очень хорошего качества, в котором просто невозможно было находиться, даже смотреть. Мы не ездили смотреть толком. Сергей Сергеевич нам помог решить нашу проблему. Нам предоставили качественное жилье, которым мы очень сейчас довольны. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич, что вы нас не бросили в трудную минуту. Вы шли с нами до конца. От начала, как мы к вам обратились, и до конца, как мы уже получили все квартиры. Спасибо большое за реальную помощь, за неравнодушие в решении наших вопросов. Вы всегда были рядом, мы всегда были с нами. Мы очень вам благодарны. Спасибо. Меня зовут Паула Татьяна Александровна. Я и мои друзья по несчастью проживаем в одном из убежителей бывшего комбината треугольного мануфактура. Проживаем мы в доме 14, строение 3. Уже более 30 лет. 33, 35 и так далее. Стоим в очереди по 18, 20 и более лет. Обращаемся к нашему мэру Москвы Сергею Семеновичу с просьбой, с требованием. Все-таки обратите внимание на нашу проблему, которая длится уже на протяжении 30 лет. О расселении наших домов, наших бывших общежитий треугольного мануфактуры. Потому что мы вынуждены ютиться, так сказать, в бывших общежитиях по нескольку семей в одной квартире. Дома построены больше 120 лет назад. Соответственно, условий там уже никакие. Все сыпется, крыши текут и так далее. Единственное, наш соратник и наш помощник Митрохин, депутат Государственной Думы, который всегда с нами, который нам помогает. И мы очень надеемся, что в дальнейшем нас не бросят на полпути. Огромная просьба к нему, да, не бросать нас. И еще у нас есть очень огромная проблема по поводу регистрации и проживания. То есть у нас жители живут в одном доме, зарегистрированы в другом. Соответственно, если нас переселять, то надо переселять все наши дома, бывшие общежития треугольного мануфактуру, чтобы не было проблем с регистрацией, проживанием и так далее. На эту проблему тоже просим обратить внимание и ДГИ, и мэры города Москвы, чтобы никого не было проблем при расселении. Также хотелось бы обратить внимание по поводу оплаты коммунальных жилищных условий в наших домах. Мы платим за квартиру, если так посчитать, где-то больше 20 тысяч. За эту сумму, наверное, стоит в центре у нас хорошая квартира, наверное, трешка на Пресне стоит. А мы платим и живем, не имея никаких прав, у нас в паспорте стоит общий, у нас койко место, это даже не наше.